Президентские законопроекты стали главной темой в парламенте. И хотя на утреннем заседании документы не рассматривали, их вовсю обсуждали в кулуарах. Какие фракции за документ, какие против, о чем спорили и на чем настаивали депутаты, обо всем в нашем материале. Утром у стен парламента готовятся к протесту свободовцы. Они против двух законопроектов, которые должны появиться в повестке дня о реинтеграции Донбасса и закона, который продлевает на год особый порядок местного самоуправления на Донбассе. Стоят пока спокойно, а в здании под куполом нардепы поясняют, какими нормами законопроектов недовольны. Один законопроект полностью имплементует минские договоренности, где есть амнистия террористов, они будут создавать милиции, народные прокуратуры. По сути, их законы. А хоть мы, вы знаете, протестуем и говорим про криминальную ответственность всех тех злочинцев, которые брали в руки оружие, которые, по сути, служат оккупационному российскому режиму. И там есть этот законопроект, который уже был принят в 2014 году. Но почему не работал этот законопроект, про особенный статус Донбасса, так званный «три роки»? Потому что не работают минские договоренности. А вот в блоке Порошенко настроены совсем по-другому. Только что вернулись с заседания фракции, на котором о необходимости принятия документов говорил президент. Действительно, на фракции сегодня был президент Украины Петро Порошенко. Он очень четко сформировал свою точку, свое бачение. Законопроект, который был принесен за инициативу президента, это законопроект про интеграцию Донбасса, про восстановление украинской влады на Донбассе, про гарантии тех людей, права которых знищаются и попираются на территории, тимчасово окупованой. Тут есть ряд важных нововведений, терминологических, окупации, посылания на самооборону статуту ООН. Тут прописываются моменты реинтеграции, защиты культурных, социальных моментов, переходы из АТО, наконец. Законопроект про реинтеграцию. В нем, по сути, есть такие важные основоположные вещи, связанные с признанием оружия на территории Украины, с признанием государства-агресора, с тем, что фактически военные действия происходят сегодня на сходе Украины. И это очень правильная позиция, что мы, на самом деле, уже после трех лет войны, мы признаем, что это не АТО, а агрессия против Украины. На фракции была дискуссия с приводу того, что стоит легализовать Минские угоды в национальном законодательстве. Именно пункт о Минских соглашениях стал камнем преткновения для Народного фронта. Эту норму они хотят из законопроекта изъять. Из-за отсутствия единого взгляда на законы, документы решили выносить в зал на вечернем заседании и взять дополнительные часы для консультации. Мы работаем с коалицией, мы работаем с депутатами. Если этого не будет сделано, это будет развал международной коалиции, я уже сказала. Это будет эскалация со стороны России. Я думаю, что Народный фронт зрозумеет. И мы будем идти сейчас пробовать, находить ту межу допустимого компромисса и умов. Для того, чтобы не сняли санкции. Для того, чтобы нам надали летальную оружие. Кроме поддержки законопроектов самой коалиции, голосов которой для решения недостаточно, большинству необходима также поддержка других нардепов и фракций. Оппозиционный блок самопомощи Батьковщина голосовать за отказываются. Если, на дай Боже, будет первым президентским проголосованием, мы будем категорично против. А это шлях от окружающей территории. Это шлях выхода из Минской домовленности. Тупик в политическом процессе. Войскового шляха нет. То есть это замороженный конфликт. Ничего в прикладном плане это не даст. Теперь там профилирование войск. Смена командования. Какие-то вещи, которые сегодня там рассматриваются, они не имеют никакого сенсу в частности головной. Как эти территории повернуть? Как прекратить конфликт? Того, что хотят люди. Первый закон мы не поддерживаем, потому что это закон не о том, как установить мир в стране, а о том, как продолжить войну. Партия войны хочет реванша и идет против 80% украинцев, которые хотят мира. А мы хотим мира в нашей стране, и поэтому этот закон никак не можем поддерживать. Президентский закон закопирует в окопы украинскую армию. Потому что легализация Минских домовленностей, где четко написано, что это означает, что мы ни на метр не можем просунуться в свою территорию. Этот закон не есть план военных действий. Этот закон описывает принципы, как мы будем деокуповать и возвращать территорию. Никак не приблизить к этой территории. Это не принесет мир, это не принесет ничего. Я же говорю еще раз, мета этого законопроекта, мета этого законопроекта на законодательном уровне легализовать Минские угоды, которые точно не имеют никакого отношения ни к установлению мира, ни к прекращению войны и так далее. Друге, это перекласти ответственность на какой-то спальный штаб, оперативный штаб Збройных сил. Пока в Куларах депутаты бурно обсуждали законопроекты, в Комитете по нацбезопасности готовили документ к принятию и одобрили. Голосование запланировали на вечернем заседании. А возле Рады уже стало неспокойно. Митингующие зажгли дымовые шашки в знак протеста против закона о реинтеграции Донбасса. А в зале в это время заняты гастролями российских артистов. Депутаты устанавливают правила, по которым они смогут выступать в Украине. Но голосуют совсем не по правилам. Радикал Лозовой на пультах коллег исполнил одну из лучших партий кнопокодавства. У всех на глазах и без всяких угрызений совести. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Павел Лысенко, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.